значит сделал такие ось z она у меня полностью съемная то есть вот на крепеже садится не знаю пока решил на шпиндель не раскошеливаться посмотреть что с этого вышло тут кое-как мудрил да замудрил крепеж бормашинки какой-то тут российской в принципе качество я тут винт вставил смотреть просто то есть на люфт радиального нет и осевого тоже нет в принципе можно как шпиндель погонять то есть тупо будет включаться в розетку значит кнопка включения регулировка частоты оборотов вручную принципе пользоваться можно значит как работает это все сзади тут хитро мудро тоже все с регулировкой гайками на пластика тут по сути выкручивался уже сделал как-то зацепил вообще за каретку здесь через муфту идет движочек такой интересный новый z купил буш на на рынке называется он дэша и 200 тире 2 тире именно 2 аж 92 года выпуска но учитывая что ссср овская сейчас все ценится я думаю хуже не будет если что минус у него 8 проводов но я как бы знаю шарю в этом у кого даже будут какие-то вопросы спрашивать как это подключать клеммник насадил то есть заведу сюда провода отсюда уже пойдут провода драйвером значит сделал себе вот такую подложку прикрутил уголок заодно и выровнял ее хоть я идеально выбирал все равно она немножко имеет какую-то там сферу может потом станком уровне пропил у меня для вала попадает просто здесь уголок ну и соответственно вальное отверстие для регулировки высоты стала соответственно 4 значит взял разместил электрику отдельно то есть выходит у меня здесь пачка проводов значит два контроллера которые два драйвера которые уже видели третий вот такой вот для более слабого хотя честно говоря надо было брать одинаково и не выдумывать разница всего в 2 доллара как бы геморрой с настройками дополнительными разборами дополнительными значит управляющая плата сама лтп ну и блок питания все это то есть вот так вот отдельненько там вилочки прибамбил для блока питания более длинные от старого блока питания с компа ну соответственно лтпшный кабель и usb для питания более-менее так вот облагородилась и все-таки решил вся электроника должна быть отдельно почему чтобы не попадала пыль вот ну и заодно тянуть это ближе к компьютеру ну что так вот выглядит предварительная версия станочка установлена ось z который у меня полностью отдельно снимается значит скотч ну как то вот вот так выглядит это все значит на регулировочках все то есть выше и ниже стол регулировать как-то так ну и силовые провода идут к электронике вот выглядит вместе это примерно вот так я уже подключил то есть отдельно мне электроника лежит пошли силовые провода конечно это все в действии лучше смотреть считаю винт тут конечно слабоват крепеж мне очень нравится тут вообще он взял уголок коронкой зафигачил просто чтобы зажать ну и один винт зажима у меня здесь поджимать инструмент российского производства принципе удивило что нету не осевого люфта не радиального него хотя честно говоря есть подозрения что это сделано в китае это я про фиолент контору сейчас значит смотрим зафиксирую как-то камеру вот смотрите делаю тело движения ход конечно есть особенно на конце фрезы он будет но принципе лево вправо за вперед я сейчас делаю такие круговые движения относительно стола конечно чуть-чуть люфте есть но я думаю в принципе в допустимых пределах но и надо жестче зажимать здесь что из минусов и скажем так то что мне не понравилось из того что я сделал значит из-за того что винт у меня идет вторым сзади у меня пришлось разнести ойзет в сторону немножко то есть если расположить в одной плоскости все валы всю эту конструкцию можно сместить еще ближе к этой площадке это очень важно чем ближе к площадке тем точнее это нечто решил запечатлеть момент настройки стола самого вот выставил скорость по движению оси z почти в десять раз меньше значит вывожу в крайне точки стола например крайне правый угол и начинаю телодвижение на маленькой скорости то есть вот он пошел вниз видно какая скорость маленькая выставлена то есть вставляю листик и поджимаю листик ходит вводит и довожу не до того чтобы его вообще зажала чтобы он просто плотно ходил ну вот он плотно зажат плотно зажат смотрю данные на мониторе по оси z да ось z минус 1459 на бумажку себе это все записываю вот ну и соответственно нахожу что правый бок у меня чуть-чуть приподнят это с одной из сторон значится пора уже делать какие-то пробные целодвижения вот тут жена попросила на работу сделать ключницу какую-то необычную я решил использовать подручную мдф такую вот посмотрим еще получится заклеил скотчем чтобы меньше сколов было потому что гоню грубо говоря первый раз хрен знает значит фреза 2 перьевая цилиндрическая порядка 1015 оборотов он сейчас будет короче смотрим что получится вот так так сейчас попробую сместим все равно будет скотч мешать принципе неплохо квадратики разделила значит теперь попробуем выбрать квадраты под шахматы запускаю и 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 Субтитры создавал DimaTorzok Должны быть буквочки у нас на доске Поэтому мы их сейчас должны докравировать Запускаю, смотрим что получилось Субтитры создавал DimaTorzok Вот такая вот получилась у нас Упровизированная ключница для ключей От шкафчиков с одеждой От качества можно посмотреть Линии очень ровные Где-то местами даже идеальные Вот как буквы гравернулись По сути все сделано из остатков А бы что под руки попадалось Субтитры создавал DimaTorzok Ну что получилось Вот такие фигурки всякие На пробу надел Дорезал специально не до конца Хотя тут есть настройка такая интересная Можно Значит Ну оставлять переходы У меня еще не разобрался Вот этот косяк Какой-то сбой в программе случился Я так сути не понял Этого не должно было быть Увы Подпортило картину Ну хотя если Представить что это стрела В общем сейчас попробую снять С заготовки Посмотрим Ну вот что по ходу получилось Такие вот довольно идеальные формы Чпок Такое вот вырезал Повторяет все четко Гвездочки Ангелы В общем такая вот фигня Здесь 舞 Детям И health divided Детям Мон whose Детям Детя Мон Детя Лет Мон Детя Детя Мон Детя Продолжение следует...